Вот ситуация, да, знакома ли она кому-то, мне, например, знакомы, я бывала на многих, на проходах многих предприятий, когда стойки фирменные, красивые, переполнены газетами, все проходят мимо них, никто их не берет, а через полгода сокращаются бюджетные издания, или человек ответственный за издание говорит, генеральный решил газету прикрыть, никому она не нужна, никто ее не считает и так далее. Но я на самом деле здесь на позиции генерального, потому что, например, когда я начинала свою карьеру журналистскую в качестве главного редактора «Желтой газеты», ну это то, что сейчас газета «Жизнь», вот, и есть такой факт, которым я очень горжусь, что в 98-м году за один месяц я подняла тираж газеты с 9 тысяч экземпляров до 110 тысяч экземпляров, потому что я работала с людьми, которые продавали, тогда это было очень популярно, которые продавали газеты в электричках. У меня люди приходили, стояли в очереди газеты, и вот, как бы, Арамов Бирьянов, известный эффективный медиа-магнат, он мог мне половину зарплаты лишить, если хотя бы 5 экземпляров оставалось в редакции. Я знала, что каждый экземпляр я должна раздать, поэтому для меня, хотя сейчас не занимаюсь массовой прессой, как бы, любой экземпляр издания, который лежит или востребован, это катастрофа. Вот. И, в общем, вот, собственно, вот эта вот пачка газет до потолка, это вот подклонный критерий неэффективности вашего издания. То есть, если оно лежит, если оно, например, в первые 3 дня не забирается, никому оно, наверное, не нужно. Извините за эти арминологии. Итак, 10 ошибок. Но первое, как бы, самое важное, мы ее сформулировали так, вам шарчки и ехать. То есть, существует ли издание в вашей компании для галочки, или это действительно инструмент для реализации каких-то бизнес-задач? То есть, ну, я тоже очень много раз сталкивалась с ситуацией, когда, да, в газете, в компании принято решение выпускать издание, проводится тендер, допустим, или какая-то другая компания его выигрывает, а потом мы бегаем за человеком, который ответственен за издание, с просьбой, ну, давайте согласуем план, ну, давайте уже начнем выпускать. А он, то ли от того, что у него там в KPI не прописана, как бы, эта задача в качестве, там, одного из критериев, то ли потому, что он, ну, я об этом буду позже говорить, в принципе, пофигист, ну, издание мы начинаем работать так плавно, там, через три месяца. Потом через полгода мы выпускаем это издание, хотя бы нужно выходить раз в квартал. На самом деле, ну, любое издание нужно в компании в том случае, если, да, есть какая-то задача, с помощью которой, вернее, задача, которую может решить препаративное издание. Да, задача – это самое главное. То есть, если это издание для персонала, то, там, очевидно, там, стоит задача, там, ну, в случае, когда, допустим, формируется новый вертикально интегрированный холдинг, да, и, там, корпоративное внутреннее издание должно, там, устраивать коммуникации, вовлекать добро в новый бренд и так далее, и так далее. Если это издание для инвесторов, потому что вскоре компания выходит на IPO, это значит, что, соответственно, задача издания – повышать стоимость бренда. Если это издание JAR функции, оно должно выстраивать коммуникации с государством, значит, значит, издание должно подчеркивать ту роль, которую, как бы, там, компания, допустим, играет в, там, формирование в ВВП, ну, и прочие важные задачи. Если нет цели, то, естественно, и она не сформулирована, и эта цель не транслирована всем людям, которые имеют отношение к производству издания, то я считаю, что издание для галочки, да. Ну, далее все, значит, по, все, так сказать, по восходящий след за целью мы, ну, то есть, в соответствии с целью мы знаем, кто наша аудитория, потом мы выбираем формат издания, и потом следующая, вторая задача – это вот как раз то, о чем думал Тиму, когда приглашал меня на конференцию, что корпоративное издание, оно должно быть сделано по всем правилам, так называемых, больших СМИ. Вот, то есть оно должно быть сделано профессионально. Оно не должно выходить от случая к случаю, оно должно выходить, оно, так сказать, контент его должен быть не от, как бы, пресс-релизов или иных материалов, имеющихся у вас в наличии, а от задач, опять же, которые стоят перед изданием. Иллюстрации должны быть не случайные, а в соответствии с контентом, должна быть жесткая структура, ну, должен быть приличный дизайн-макет и так далее, и так далее. Ну, то есть, там, подводя итог, издание недогалочки, издание, которое четко, перед которым стоят четкие цели, понятные аудитории, которые делаются по всем законам, собственно, больших СМИ. Продолжение следует...